Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадий Рузов и вначале коротко о некоторых темах выпуска. Рождение человека – это чудо и всегда праздник. А если малыш появился на свет в Новый год – праздник вдвойне. В этом году первые роды у нас случились 2 января. Родилась принцесса, девочка в семье Черновых. Подведены итоги первого этапа конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Критерии определения победителей было три. Это использование новогодней и рождественской символики, это использование символа города, года кролика и творческой инициативы горожан. То есть, насколько активно жители дома вложились в новогоднее оформление. Оценивали по педибальной системе, то есть 1 – это как бы слабо, 5 – это очень хорошо. Детская забава прыгать через скакалку превратилась в самостоятельный вид спорта. Доказательством тому стали соревнования, проводящиеся в нашей стране. Способны ли зареченские школьники конкурировать со сверстниками? Спринт получился хорошо, а фристайл всегда может быть лучше. То есть, фристайл – это упражнение, когда я могу показывать самого себя и могу сделать все, что сам захочу. Главное – это выступить. И я всегда стремлюсь показать себя намного выше, чем в прошлый раз. И у меня сейчас получилось, но это не конец. Я буду стремиться больше. А теперь подробнее об этих и других событиях городской жизни. Первый этап конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» 2023 завершился. Напомню, что в его рамках горожане занимались украшением внутриквартальных территорий и подъездов многоэтажек. Победителя в номинации «Новогодний заречный» ждет подарок. Кто им стал, узнала Наталья Елистратова. Большой праздник пройдет во дворе дома номер 7 по улице Ахунской. Жители этой многоэтажки стали победителями зимнего этапа конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Местные активисты украсили подъезд и внутриквартальную территорию в новогодней тематике. И смогли удивить членов городской конкурсной комиссии. Критерии определения победителей было три. Это использование новогодней и рождественской символики. Это использование символа города, года кролика. И творческая инициатива горожан. То есть, насколько активно жители дома вложились в новогоднее оформление. Вот. Оценивали по педебальной системе. То есть, один – это как бы слабо, пять – это очень хорошо. Всего в конкурсе новогодней Заречной приняли участие жители семи многоквартирных домов. В этом году перед ними стояла непростая задача. Капризы природы внесли свои коррективы в планы непрофессиональных дизайнеров, не позволив заняться строительством снежных скульптур. И все же жюри конкурса новогодней Заречной единогласно определила победителя. Это многоквартирный дом по Ахунской, 7. Много раз они уже становились у нас победителями, потому что там очень активная, дружная, сплоченная команда единомышленников. Подарком в этом году для победителей будет праздник двора, который пройдет в эту субботу, 14 января. Начало праздника в 11 часов. На торжество в самый яркий зимний двор обещали заглянуть Дед Мороз и Снегурочка. Жители дома номер 7 по улице Ахунской приглашают в гости горожан, чтобы вместе отпраздновать Старый Новый год и вдохновиться на активное участие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Наталья Елистратова, Эльдара Бульханов, телерадиокомпания «Заречный». А пока зима не сдает свои позиции, зареченцы могут применять участие во всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России». Его инициировала партия «Единая Россия». Конкурс проходит впервые. Он направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Организаторы предлагают участникам три номинации. «Лучшие зимние мероприятия», «Лучшие зимние дворовые инфраструктуры» и «Лучшие зимние оформления». Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно до 28 февраля текущего года подать заявку на сайте live-concurse.er.ru и прикрепить фотографии с описанием. После этого до 15 марта экспертная комиссия рассмотрит представленные заявки и выберет победителей. Единовременную выплату получают все семьи с новорожденным малышом без исключения. Сумма не зависит от трудоустройности и места работы родителей. Пособие начисляется в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. В конце сентября прошлого года в Минтруде анонсировали увеличение суммы выплат по рождению ребенка с 20 472 рублей 77 копеек до 23 011 рублей. Индексация запланирована на 1 февраля. По информации, опубликованной на интернет-портале газеты «Известия», с 1 января текущего года в России появится новая выплата, объединяющая в себя несколько других. Универсальные пособия включают в себя ряд мер поддержки, оказываемые государством с момента беременности и до достижения ребенком 17 лет. Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч рублей, 10 с половиной тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от уровня нуждаемости семьи. Первые дни Нового года подарили Заречному маленьких горожан. С некоторыми из них познакомилась Ксения Тризна. «Рождественский подарок» – так называет своего новорожденного сына Карина Лопатина. Маленький Мирон появился на свет 7 января в 22 часа 20 минут. А почему именно это имя? Ну, как-то больше всего понравилось. Выбирали между... Разные приходили, но как-то вот это больше по душе. Рост – 55 сантиметров, вес – 3 килограмма 900 граммов. С первых дней жизни Мирон окружен заботой и вниманием. Он регулярно принимает гостей. У нас семейная палата, может, мама приходит, может, с ночевкой оставаться муж. То есть все родственники могут спокойно прийти, прийти, помочь, ночевать, помогать. В новогодние каникулы в городском перинатальном центре родились 6 малышей – 2 девочки и 4 мальчика. В этом году дежурство в ночь с 31 декабря на 1 января прошло спокойно. Медработникам не пришлось принимать роды под бой курантов. В этом году первые роды у нас случились 2 января. Родилась принцесса, девочка в семье Черновых. Среди пациенток перинатального центра не только Зареченки, но и мамы из Пензы и области. Жительницы других городов приезжали рожать в Заречной и в прошлом году. Родилось детей 490. Мальчиков и девочек приблизительно попало. И 50% из Пензы. Сотрудники перинатального центра надеются, что в 2023 году они помогут появиться на свет еще большему количеству малышей. Здесь с нетерпением ждут новых пациенток. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Завершился финальный этап акции «Мой город. Здесь начинается Россия». Она прошла в рамках проекта «Школа Росатома». Командам учеников 7-10 классов из городов участников корпоративного образовательного проекта нужно было разработать символ своей малой родины в дополненной реальности. Сначала состоялись муниципальные этапы. В Заречном свои эскизы на суд жюри представили 13 команд. Всего к акции присоединились 185 сборных учащихся. В финал конкурса вышли три команды. Это представители Сарова, Курчатова и Соснового Бора. Эксперты тщательно изучили все эскизы и приняли решение присудить победу всем трем сборным. Их участники получили путевки в отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома в одном из всероссийских детских центров в 2023 году. Эскизы, созданные победителями, попадут в руки профессиональных дизайнеров, которые превратят их в виртуальные знаки, привязанные к определенной геолокации. Эти знаки все желающие смогут увидеть с помощью приложения «Здесь начинается Россия». Задаваясь вопросом, что такое скиппинг, не все догадываются, что занимались им еще в детстве. Скиппинг – это прыжки через скакалку. По результативности тренеры сравнивают скиппинг с плаванием и бегом. Эта простая нагрузка ускоряет обмен веществ и сжигает калории, укрепляет сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Зареченские прыгуны через скакалку успешно выступили на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Команда «Эсфит» завоевала награды в личном и командных дисциплинах. Подробности знает Наталья Елистратова. Зареченские скиперы вошли в число лучших на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Несмотря на сильнейшую конкуренцию, они завоевали 10 медалей различного достоинства. Турнир «Нижний скиппинг-фест» проходил в течение двух дней и объединил более тысячи спортсменов в возрасте от 7 лет и старше. Соревнования проходили в 25 дисциплинах, из которых участники должны были выбрать как минимум 6. Мы взяли такую новую для нас дисциплину, как вольные упражнения группа. Это значит больше 6 человек, мы возили 10 человек, выступали в команде. Надо было делать синхронные упражнения, ровные перестроения. Нас надо было показать китайское колесо, дабл-дач, путешественник, 3 скакалки, длинная скакалка. Дети не растерялись, выступили хорошо, первое место, конечно, наше. Зареченская команда «Эсфит» на соревнованиях в Нижнем Новгороде выступала не только в групповых, но и в индивидуальных видах программы. Анастасия Горюнова претендовала на победу в одной из самых сложных дисциплин – спринт. Спортсменка должна была перепрыгнуть через скакалку максимально возможное количество раз за 60 секунд. Боялась, что не попаду в тройку призеров. Сильные конкуренты были? Ну, да, они прыгали быстро, но ошибались много. А как ты выступил? Наверное, хорошо, раз в третьем месте. Никита Строителев стал призером в вольных упражнениях. В индивидуальной программе он выступал в дисциплинах спринт и фристайл. Спринт получился хорошо, а фристайл всегда может быть лучше. То есть фристайл – это упражнение, когда я могу показывать самого себя и могу сделать все, что сам захочу. Главное – это выступить. И я всегда стремлюсь показать себя намного выше, чем в прошлый раз. И у меня сейчас получилось, но это не конец. Я буду стремиться больше. В число победителей и призеров спортивного фестиваля «Нижний скиппинг-фест» вошли 9 зареченских спортсменов. Кроме того, команда «Эсфит» стала победителем в дисциплине «Групповой фристайл». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». По правилам дорожного движения детей с рождения и до 7 лет в машинах нужно перевозить только с помощью детских удерживающих устройств. От 7 до 11 лет на заднем сидении можно перевозить в удерживающих устройствах или просто пристегнуть ремнем безопасности. На переднем сидении только с помощью детских удерживающих устройств. Это требование одинаково для любых автомобилей – и для личных, и для такси. Зареченские школьники совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели акцию «Автокресло детям». Только за первую половину дня профилактического рейда госавтоинспекторы выявили 8 нарушений. Подробности акции в материале Алексея Лазаренко. Добрый день. У нас сегодня проходит акция «Автокресло дети». Безопасность превыше всего, особенно когда речь идет о жизни ребенка. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Автокресло детям», в которой приняли участие и учащиеся 221-й школы. В ходе рейда пятиклассники призывали водителей соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и раздавали памятки. Нужно всегда при перевозке детей куда-то, нужно все время иметь при себе детское кресло. Для чего? Для безопасности. Дети – это будущее, как-никак. Дети очень важны. Акция направлена на профилактику травматизма несовершеннолетних. По правилам дорожного движения детей с рождения и до 11 лет следует перевозить в «Автокресло» или пристегивать специальными удерживающими устройствами. Но не все зареченские водители заботятся о безопасности своих маленьких пассажиров. Только за первую половину дня инспекторы ГИБДД выявили 8 нарушителей. В рамках проводимого мероприятия сотрудники госавтоинспекции выявляют нарушения, связанные с перевозкой пассажиров, детей пассажиров. И в случае выявления каких-то нарушений, а именно если ребенок не был пристегнут ремнем безопасности или не находился в детском удерживающем устройстве, водители подвергаются административному наказанию и административный штраф составляет 3000 рублей. Но эта сумма – ничто по сравнению с ценностью жизни и здоровья ребенка. Ведь установка «Автокресла» – это в первую очередь забота о безопасности маленького человека. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадио «Компания Заречный». Хронические неинфекционные заболевания названы причиной более 70% смертей в России. Выявить этот вид заболеваний на ранних стадиях позволяет диспансеризация. Об этом мы сегодня подробно поговорим с нашим гостем. Заведующий отделением профилактики медико-санитарной части 59 Ольгой Ваековой. Сразу после короткой рекламы. Интерьерные украшения, посуда и инвентарь, техника для кухни, электроника, товары для отдыха, строительные материалы и инструменты, хостовары и сантехника. Все это и многое другое для дома и ремонта в отделе «Нужные вещи» на втором этаже торгового центра «Дубрава». Город Заречный, улица Ленина, 18А, второй этаж. Нужное всегда рядом. Бука, пойдем поиграем. Знаешь, как интересно. Не хочу, не буду. Бе-бе-бе. Мишка, Бука не хочет идти играть. Надо позвать дядюшку поиграть. Дядюшка поиграй, вместе с нами поиграй. Играй! Здравствуйте, ребятишки! Только не называйте меня больше Букой. Я буду прыг-скок! Города бывают разные. Есть города, красивые летом. Есть те, что раскрываются весной. А где-то вас ждут зимние и осенние города. Заречным можно любоваться всегда. Приобретайте видеозарисовки о городе в телерадиокомпании «Заречный» по адресу улица Ленина, 18Б. Справки по телефону 60 13 19. Подарите «Заречный» родным и близким. Мы продолжаем. У нас в гостях Ольга Ваекова, заведующая отделением профилактики медико-санитарной части 59. Речь пойдет о диспансеризации. Ольга Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, о диспансеризации мы неоднократно возвращались в наших программах, говорили о ее необходимости. Но я думаю, не лишнее будет еще раз напомнить телезрителям, насколько важен этот вид обследований. А если кто-то впервые услышит, тем более эта информация будет ему полезна. Поэтому давайте начнем с того, что... С определения. Что такое диспансеризация? Если простыми словами, то диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр, консультация специалистов, лабораторные исследования и компьютерное исследование, определение здоровья. Целью является выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, распространенных хронических заболеваний, онкологических заболеваний и факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний, которые в дальнейшем способствуют инвалидизации пациентов и смертности. Вы уже практически ответили на мой второй вопрос, для чего, собственно, проводится диспансеризация. Не могли бы Вы пояснить, вот есть профилактический медицинский осмотр, а есть диспансеризация. Вот в чем разница? Диспансеризация – это более расширенное понятие. Оно включает в себя комплекс мероприятий, дополнительные исследования лабораторные. В первую очередь это онкоскрининг. А профилактический медицинский осмотр – это базовое исследование. Оно меньше, чем диспансеризация. И если смотреть по возрасту, диспансеризация проводится взрослому населению, начиная с 18-летнего возраста, с 18 лет до 39 раз в 3 года, а с 40 лет уже ежегодно. А профилактический медицинский осмотр начинается с 19 лет до 38, то есть это только молодым, вот в те года, которые не подходят под диспансеризацию. И почему важно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр? Потому что важно выявлять заболевания на ранних стадиях, когда еще лучше их вылечить, намного проще. И вот если говорить про пендицкую область, то в пендицкой области смертность от хронических неинфекционных заболеваний достигает 76%. Поэтому важно на ранних этапах выявлять заболевания. Также при диспансеризации мы являем факторы риска развития заболеваний. Основные это ожирение или избыточная масса тела, курение, повышение артериального давления, гиперкликемия, гиперхолестериномия. То есть мы своевременно выявили эти заболевания, выявили факторы риска, и мы занимаемся их коррекцией, занимаемся формированием здорового образа жизни, чтобы как-то вот этот процент немножко снизить. А есть ли какие-то различия в этапах диспансеризации? Какие виды бывают диспансеризации? Диспансеризация у нас бывает общая. И вот, как я уже сказала, профилактический медицинский осмотр и углубленная диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр включает общее исследование, и там только первый этап. Диспансеризация, она подразумевает под собой первый и второй этап. Первый этап себя включает общий анализ крови, определение общего уровня холестерина, уровня глюкозы, опрос или анкетирование, измерение индекса массы тела, кардиограмма, начиная с 35-летнего возраста, флюорография. Женщинам обязательно мазок на онкоцитологию, осмотр акушерки, это как онкоскрининг, кал на скрытую кровь, краткое профилактическое консультирование, прием терапевта и мужчинам кровь на простатоспецифический антиген. И уже по результатам первого этапа диспансеризации, если какие-то отклонения были, то уже пациенты отправляются на второй этап. Второй этап уже для уточнения диагноза, и в зависимости от того, какие были показания для направления, там уже будет исследование. Это или консультация невролога, если подозревается какое-то ранее произошедшее нарушение мозгового кровообращения, или консультация хирурга, и в том числе колоноскопии, если у нас на первом этапе выявился положительный кал на скрытую кровь, консультация гинеколога, если мазок на онкоцитологию был не очень хороший, ну и так далее. Достаточно широкий спектр исследований. Да, а углубленная диспансеризация, это как дополнение к обычной диспансеризации, пройти ее могут только те люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, и рекомендуют ее проходить с 61 дня после выздоровления. Она тоже в себя включает два этапа, первый и второй этап. Первый этап у нас где-то 7 исследований, общий анализ крови, биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки, в отличие как в обычной диспансеризации, там у нас идет флюорография, здесь у нас рентгенография, спирометрия. И потом уже опять по итогам первого этапа врач смотрит, отправлять на второй этап или нет. Еще забыл сказать, что мы назначаем кровь на адедимер, если человек болел средней или тяжелой степень тяжести коронавирусной инфекцией, назначаемый для того, чтобы посмотреть на тромбообразование. И еще в отличие от общей диспансеризации, биохимический анализ будет более развернутый, не просто сахар и холестерин, как в диспансеризации, а там и липопротеиды низкой плотности, или как по-другому мы говорим плохой холестерин. Также АЛТ-АСТ, печеночные ферменты, посмотреть на цитолитический синдром. Также мы смотрим креатинин, как работают почки. Ци реактивный белок, остался ли воспалительный процесс. Ну и уже по итогам первого этапа, второй этап, если дейдимер повышенный, тогда мы назначаем УЗИ вен нижних конечностей. Также мы назначаем УЗИ сердца, если у человека впервые появились жалобы на одышку, сердцебиение, другие какие-то проблемы с сердцем. Если на рентгенографии какие-то изменения, то уже надо обследовать на компьютерную томографию отправляем. Ну и обязательно прием терапевт. Ольга Геннадьевна, я услышал столько незнакомых слов, и у меня складывается впечатление, что это страшно проходить диспансеризацию. Нет, диспансеризацию проходить не страшно, а наоборот очень даже нужно. И, в общем-то, никаких неприятных ощущений проходящие обследования не получают, да? Нет. Не ощущают. Все, все, вы успокоили меня. А скажите, пожалуйста, вот в этом году кто имеет право пройти диспансеризацию? Диспансеризация вообще это право каждого гражданина получить бесплатную медицинскую диагностику своего состояния здоровья, нужно обязательно быть прикрепленным к поликлинике, то есть нашим случкам медсанчасти 59, обязательно иметь полис обязательного медицинского страхования, вот. Ну и все. И желание. То есть по годам рождения никаким образом… По годам, нет, по годам рождения тоже должны подходить, но в любом случае, если не подходит под код диспансеризации, то тогда можно пройти периодический медицинский осмотр. Угу, ясно. А если человек решил пройти диспансеризацию, что он должен сделать, куда обращаться? Можно обратиться к своему участковому терапевту или через регистратуру записаться в 203 кабинет. Для удобства мы работаем две смены с 8 утра до 8 вечера и по субботам с 8 до часу. А телефон какой-то есть или по телефону заявки не принимаются? Через регистратуру можно записаться. Ясно. Что? Скажите, пожалуйста, вот вы же тоже, наверное, участвуете в этих исследованиях, да? Да. По опыту, скажите, насколько эффективна диспансеризация? Я считаю, что диспансеризация очень эффективна, потому что мы выявляем много заболеваний, как раз-таки факторов риска очень много. У каждого второго человека почти ожирение или сбыточное мост тела, повышенный уровень холестерина, и мы следим за этими факторами риска и очень удачно. В динамике положительный динамик наблюдается. И опять же, хронические заболевания мы тоже выявляем на ранних стадиях, занимаемся лечением и контролем. В какой период суток человек проходит диспансеризацию? Ну вот, как я уже сказала, с 8 утра до 8 вечера мы работаем, можно прийти и взять направление в любое время, но если прийти с утра подготовленным, натощак, то можно с 8 до 10 сдать уже анализы, взять направление и пройти обследование. Скажите, а вот что делать маломобильным людям, которым тяжело, допустим, выходить из дома? Они могут пройти диспансеризацию? Да, они могут на дому пройти диспансеризацию, но это надо предварительно согласовать. Ну, то есть никаких проблем в этом нет? Нет. Спасибо. Что будет, если в рамках исследований выявлено отклонение? Вот вы назначаете, вы их переадресовываете к специалистам профильным и уже тогда идет лечение, да? Во время диспансеризации мы выявляем группу здоровья пациента. Если первая и вторая группа здоровья, они стоят на учете в отделении медицинской профилактики, то есть у меня, а с третьей группе здоровья, они стоят на учете у терапевта участкового. То есть мы их ставим на учет и периодически они приходят на прием. От возраста объем исследований как-то зависит? Да, в зависимости от возраста разный объем исследований. Ясно. Ну, это уже в ходе обращения гражданина, он и узнает, какой объем исследований. Скажите, верхний потолок возраста для... Не ограничен. Не ограничен. Ограничен только нижний потолок, это с 18-летнего возраста. В этом году это получается 2005 год. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я надеюсь, что информация, которая и прозвучала сегодня, будет полезна для наших телезрителей. Они прислушаются и осознают, что на самом деле диспансеризация это не прихоть медико-санитарной части и врачей, это просто жизненная необходимость каждого из нас. Спасибо вам. Напоминаю, у нас в гостях была Ольга Ваекова, заведующая отделением профилактики медико-санитарной части 59. Мы говорили о диспансеризации. Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. А чтобы получить объективную информацию, обращайтесь в медико-санитарную часть. Вам помогут. Всего доброго и до встречи. Водитель. Доплата до 200 рублей на каждый заказ в приложении Автолига. Успей скачать на Google Play приложение Автолига Водитель. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Автор субтитров А.Кулакова